михаил николаевич здравствуйте здравствуйте в мурманск пришла аномальная жара расскажите как вообще выживать в эту погоду может быть есть какие-то рекомендации как лучше одеваться или что есть что пить расскажите нашими телезрителям общие рекомендации для теплой погоды они всегда оставались одинаковыми да это употребление обычной воды то есть никаких ее заменители виде кока-колы газированных напитков то есть обычная вода и до горячий чай одежда простая свободная хлопчатобумажная да то есть рубашки то есть никаких особых критериев для выбора одежды в принципе нет не существует понятие тепловой удар до солнечного до различим то есть тепловой удар чаще всего случается это у людей с нарушением теплорегуляции да это маленькие дети либо пожилые граждане да вот солнечный удар ну надо еще постараться на севере заработать потому что он собственно говоря у нас такого и нету вот опять же вернемся к тип тепловым ударом до которые в принципе редко встречаются на территории мурманской области но между тем то есть это помещение может быть даже без солнечного света то есть с высокой температурой высокой влажностью грубо говоря баня вот соответственно попал человек в бане не подготовленный у него это сверст случилось если человек подготовлен физически хорошо то в принципе данное солнце на него никакого воздействия не окажет то есть правильно я понимаю что в принципе мы и говорим про простых офисных работников которые находятся в закрытом помещении весь день а наши в принципе системы вентиляции не всегда предусмотрены под то чтобы как-то температуры регулировать в помещении и по сути то есть человек может получить тепловой удар на рабочем месте да собственно говоря такое может случиться то есть в идеале это хорошо проветриваем помещениями да то есть либо с естественной вентиляции либо с какой-то скажем так механической вентиляции принудительный в принципе если еще какие-то рекомендации то есть по сути как в такую жару выжить в офисе может быть там какой-то особый питьевой режим или там если есть возможность выходить на 15 минут на улицу как себя вот как себе помочь в этой ситуации особого питьевого режима нет то есть человек вот многие задают вопрос сколько воды пить почему-то какой-то вот стандарт выработаться 3 литра воды выпить ну это ненормальный да то есть если брать человека 40 килограмм веса 3 литра выпит и там 130 килограмм веса тоже 3 литра нет такого понятия там какой-то объем жидкости то есть хочется человеку попить жидкости он ее пьет не хочется он ее не просто напросто не пьет вот еще раз говорю вода обычная то есть легко усвояемая то есть без всяких добавок там красителей это не кофе соответственно ни в коем случае не алкоголь вот у нас в принципе нет оборудованных пляжей соответственно нет мест где можно купаться официально где не разрешено и вот такой отдых у воды насколько безопасно находиться у воды но при этом не купаться то в этом случае невозможно ли будут перегреться но мы сейчас не говорим о выходе на озеро да то есть мы говорим о нахождении в черте города то есть есть действующие фонтаны до несколько штук на территории города мурманска вот да и не то не только на территории города мурманска и в области в многих городах есть фонтаны на морской да у озера ледовое то есть в принципе из и лавки и скамейки и даже держи опять же скамеечки там затененные по моему таки с навесиком сделаны пожалуйста отдыхайте то есть по сути вы даже если мы говорим про фонтаны это не только как мы считаем красиво да это еще и большой плюс конечно же это все равно увлажнение воздуха там как какое-то расстояние от фонтана воздух и имеет специфический такой прохладный привкус спасибо вам большое что пришли к нам рассказали много интересной информации я надеюсь что наши телезрители будут беречь себя в такую жару и конечно будьте здоровы всех не болейте самое главное спасибо